Итак, он читал лекции несколько лет. В 1515 году все историки называют «Опыт, пережитый в башне». Башня — это большой буквы. Где эта башня, что это за башня, никаких башен там не было. Но так вот называется в башне. Духовный смысл этого или как? Опыт, пережитый в башне. Там Лютеру, где-то он был в уединении, может, это место так просто назвали потом, ему открылась праведность Божия. Он всегда праведность Божия слышал и приходил в ужас. Бог праведен, да. Но тогда что я перед ним? Муха. Экроскопическое существо какое-то. Он праведен, а я-то что? Мне-то как? Мне-то что? Понимаете, меня? Праведный Бог — это было его полное осуждение для него самого и гибель его самого. И знаете, в чём было открытие? Открытие было в том, что праведность Бога состоит не в том, что он праведен, а в том, что он делает праведным каждого обращающегося к нему. Вы поняли? То есть это вместо ужасного, это стало для него мостом в рай. Праведен, праведный Бог тем праведен, что он делает праведным каждого, кто к нему обращается. Это значит, что это великое открытие реформации. Дальше все открытия будут именно в этом плане идти. Он открыл праведность Божью. Это Римлянам 3. 3.21. Третья глава. «Ныне, независимо от закона, явилась и правда Божия, или, иначе говоря, праведность, как он читал, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа на всех верующих, ибо нет различия». И он читал это с пониманием, что праведность Божия неизмеримо отдаляет Бога от нас, потому что он праведен, а я грешен. «Да, на всех, все, все загрешили, все лишены славы Божией». Вы понимаете, как он весь текст читал под этим вот, в этом свете. «Бог велик и праведен, а кто я?» И получается, что нет различия, все загрешили, все лишены славы Божией. Понимаете, как? А вот как получает оправдание, это уже было ему непонятно, потому что каким образом можно получить оправдание, когда Бог праведен, а ты грешен. Так вот, открытие в башне было, что праведность Бога в том, что он делает праведным приходящего к нему. Мои дорогие, это главнейшее открытие реформации, это главнейшее убеждение и протестантских, и евангельских церквей, что у нас нету своей праведности. У нас праведность Христа, которую мы получаем по вере. И это сознание, оно совершенно меняет жизнь. Ты стараешься больше Богом напитаться, и добрые дела в тебе производятся. И желания этих добрых дел, они производные, вторичные. Ты не делаешь их, чтобы тебе приобрести перед Богом, а ты делаешь их, потому что тебе очень радостно ему угодить, иметь близость с ним. И он отправился с этой мыслью к шталпицу. И здесь вот что произошло. Академическая дискуссия, богословская, в заштатном университете Виттенберска, почему-то имела значение бомба, разорвавшаяся во всём мире. Почему она имела такое огромное влияние на всё? Вы знаете, что? Это открытие Лютера дало свободу от постоянного ужаса жизни, ужаса наказания. Дало понятие о ответственности человека за его отношения с Богом. И прорыв такой получился. Огромный общественный интерес. Вы представляете ли, всё Средневековье – это жизнь под ужасом. Я вам говорила, как наказывали, как публичное наказание были, чтобы заставить людей вести себя там правильно. И это жизнь под ужасом. Да ещё инквизиция. Да ещё и где расследование ереси. И вот отправился он к шталпицу с этим открытием. Он пришёл к нему с другим местом. Праведной верой живь будет. Это его под новым открытием потрясло. Праведной верой живь будет только вера. И он подчеркнул. И написал, да, только вера. Только вера. И показал шталпицу. Шталпицу прочитал и сказал, да, да, да. Праведной верой живь будет всём дело. Это известное место. Так и Лютер говорит. Ну так это значит, что ничего больше не надо. Не надо ни свечей, ни ветвей, ни костей, ни воды, ни шествий. Только верою. Тогда шталпицу сказал, подожди, Лютер, ты что хочешь? Ты хочешь отнять костыли у Крамова? А чем другие люди будут жить? Он говорит, только верой. Он говорит, ну люди не могут жить только верой. Им нужны костыли. Так. Ну ты говоришь, да. Но ты понимаешь, что дело, что массовая религия, католическая церковь была направлена к тому, чтобы сделать спасёнными всю Германию. А Лютер что говорит? О личной вере. Этот имеет, а другой не имеет. Вы знаете, что это же действительно трагедия. Мы сами сколько плачем, каждый о своих. И вот это вот стремление и желание всех впихнуть, заставить, хоть плетью, хоть как, но чтобы воцерковить их. То есть это очень ужасно серьёзный вопрос. Почему нас упрекают в эгоизме, в себя спасли, а другие что? А другим как-то каково? Понимаете ли? То есть это вот этот вот вопрос общей церкви и вот церкви евангельской. Когда Христос сказал «малое стадо», вот Савонарола тоже попит, так мала твоя церковь. А ещё сказано нам «соль земли», а соль тоже пачками не сыпет. И какой-то удивительный план у Бога, что один святой Божий, который имеет его святость, он освящает всё вокруг, воздействует на всё вокруг. То есть это могут быть такие вот, в вашем догадке, строить. Так вот Бог определил. Один берётся, другой оставляется. Один идёт, другой нет. Один принимает, другой нет. Ну вот, то есть вот такой был у него визит, по-моему, тоже в фильме эта сцена показана со Шталбицем. Ну, а дальше начнутся диспуты. Это целая вот эпоха диспутов. Вы понимаете ли, что я хочу, чтобы вы посмотрели, пока Лютер ищет личного спасения, ищет милость его Бога. Он нашёл милость его Бога, он понял, что праведный верой жив будет. Вера в что? Что Бог свою праведность даёт ему ради веры в Иисуса Христа. Вот пока всё, что он знает. Но дальше его августинский орден хочет послушать его мысли. И он уже выступает, начинает выступать на публику. Я хочу поговорить о неотвратимости. Понимаете, это путь уже, по которому он пошёл. Он поверил, это личное его дело. Но дальше надо рассказать об этих взглядах. Это уже не твоё личное делается. Первый диспут – гейдельбергский диспут. Это, значит, в общем-то, диспут со своими монахами, с теми, кто принадлежит к августинскому ордену. Это был мягкий диспут такой, потому что его выслушали с интересом. Он же профессор богословия. Такие взгляды имеют право на существование. И его приняли как-то хорошо. То ли не увидели революционность этого взгляда, то ли не увидели всех импликаций этого, к чему это приведёт. Но затем будет у нас диспут следующий. 518-й – это будет гейдельбергский, а 519-й – это будет диспут в Лейпциге. Вот тут уже дело будет серьёзное. Против него будут не свои братья, а будет выдающийся богослов, знаменитейший того времени, Йоганн Эк. И тут произойдут такие события. Это будет диспут о церкви. Кто составляет церковь? Кто входит в церковь? Знаете ли, что Лютер до конца своих дней и он не сделает этого шага, который потом сделают анабаптисты? Анабаптисты фактически, логически продолжили взгляд Лютера. То есть они верны его богословию, что если праведный тот, кого Бог делает праведным, так значит, церковь состоит из тех, кто оправдан Богом. Но он не сделал этого. Лютер считал так. Да, спасены те, кто верующий. Но в церкви есть и верующие, и неверующие. Есть и плевелы, есть и пшеница. Один Бог знает, кто есть кто, и не делает человеков их разделять. Вот такое у него было понятие. Поэтому Лютеранская церковь, она похожа на католическую, что она всеобщая. Все живущие в городе, все там находятся. И поэтому Лютеране практикуют детское крещение. Потому что детское крещение неразрывно связано с идеей всеобщей церкви. Ясно, да? Всех детей принесли, все дети здесь. И этих шагов революционных, как анабаптисты сделают, он не будет делать. Это сделают анабаптисты, которые логически доведут его идею до конца. Иоганн Эк с этими мыслями о церкви, что к церкви принадлежат те, кто спасены Богом, и праведность по вере, он сказал, это возмутительные идеи. Эта идея потрясает все общественные основы. Так думал ужасный эритик Ян Гус Тавас. Лютер впервые услышал про Яна Гуса. И говорит, в таком случае, если это Ян Гус так считал, в таком случае мы все гуситы. И Августин был гуситом, и апостол Павел был гуситом. Понятно, да? Мы все гуситы. Это было замечательно, что он узнал о Яне Гусе и Зусу его противника. Но Иоганн Эк был слишком авторитетен и влиятельен. Его мнение донеслось до ушей и Папы, и Церкви, и Папского престола. И в 1520 году была булла. Булла – это документ официальный об отлучении Лютера. Он сжег эту буллу, и после этого он стал писать. Он написал три трактата, которые я вам дала прочитать. Значит, в 1921 году его призывают в город Ворус, где собирается Сейн. Ну, как бы малый собор такой, на котором присутствует новоизбранный император Карл V. Такой красавец прекрасный. Он когда отправился туда, то ему друзья говорили «Монаши, монаши, куда ты едешь? Там дьяволы собрались, чтобы тебя уничтожить». А Лютер отвечал «Если там столько дьявола, сколько черепис на крышах, я всё равно поеду туда». Так он был настроен по-боевому. Но когда он встал перед этим Сеймом, там в своём этом пурпуре и бархате малиновом и лиловом сидели всякие кардиналы римской церкви. Там присутствовал в золоте и парче император Карл. И вон стоит перед ними, бедный монах, в своей застиранные ляси. И перед ними ответ держат. Они его грозно спрашивают. «Ты писал эти книги?» Он говорит, «Я писал. Ты должен отречься от них». И знаете что? Он, я не знала этого момента, я тоже из других источников узнала, что он заколебался, потому что такие авторитетные люди собрались, власть имеющие. И они все против него, а он один как бы прав. Ну, вроде все они в ногу, один эфреатер в ногу идёт. Понимаете ли это? И он растерялся и просил подумать. Это вот это не нравится. Да. И просил подумать. И вы знаете ли, что он подумал на другой день? Укреплённый пришёл. Он простая мысль теперь шла в голову, которая должна быть нашим вооружением всегда. «Я что?» Как Моисей сказал. «Я-то что?» Но Бог так вот говорит. Я написал только Божьи слова. Я указал только на Божье Писание. Я ничего там своего не... И поэтому он взял Библию и вперёд в себя. Вот я что? Но Бог так сказал. Понимаете как? Это такая сильная позиция наша в любом положении. Я что? Но вот в Библии написано вот так вот. Бог говорит вот так вот. И он, когда его стал опять перед этим сеймом, он сказал свои знаменитые слова. Что, отцы мои, здесь стою, не могу иначе. Я не буду отрекаться. Я стою здесь и не могу... Я не могу иначе. Я не могу сказать, что это не Бог говорил. Я не могу сказать, что я выдумал это. Я взял это... То есть понимаете, мысль какая? Я здесь стою и не могу иначе. Это был его звёздный час. Смысл всей его жизни. Потому что после этого император объявил вне закона, то есть не казнить его, не арестовывать его, а вне закона, то есть любой подростленный убийца может его убить и отвечать не будет. И он вот проведёт в Вартбурге под видом... Да, он будет украден людьми Фридриха Мудрого. Они украдут его. Вот этот. И повезут в Вартбург, где в замке под видом неизвестного рыцаря. Вот он такой будет. Он проведёт около двух лет, но несколько меньше. И будет за это время совершит труд своей жизни, переведёт на немецкий язык Евангелие. Друзья Фридриха Мудрого, который всё понимал, подготовил нападение. Он поехал на лошади домой, в лесу на него напали, стянули, связали, в мешок там всё, заткнули и увезли. Причём даже договор был такой, чтобы сам Фридрих Мудрый не знал, куда его повезут, чтобы его будут спрашивать, он скажет, не знаю, лгать не хочет, не знаю, не знаю. Вот в виде этого рыцаря неизвестного он уже монашеской внешности изменил. Вот эти какие-то трансформации. Как монах, как проповедник, как профессор. художник в кранах рисовал. И вот там он сделал этот перевод. И не прошло и двух лет, когда до него донеслись сведения, ужасные сведения, что в городе Карлштадт идет городская революция. Идет в Виттенберге идет городская революция под руководством его родного друга Карлштадта, тоже реформатора, который решил так, если не нужны иконы, изображения, свечи, кресты, надо все это сорвать. И он возбудил чернь города, крушить в церквах утварь всю. То есть ужасное решение. Вы понимаете ли, вот мышление такое, раз это неправильно, надо это все за горло взять. И Лютер был в ужасе. Он покинул свое убежище, он забыл о том, что это опасно для него, но ничего не случилось, он уже все вышел оттуда. Кроме того, появились в мистическом цвикау пророки, которые Библию не читали, Божье Слово не знали, но они считали, что Бог через них говорит, и они пророчествовали и возбуждали народ на войну, потом будет христианская война под их воздействием. Но вы понимаете ли, в чем трагедия, что чистая вот эта мысль реформации уже сразу испоганена то, что следом за ней идет по пятам революция, война, кровь, пророки фанатические, которые пророчествуют сны свои всякие, никакого отношения к Библии не имеется, а считают, что им через них Дух Святой говорит. Вот. Ну, и это все было в 1922 году. Следом за этим идет Крестьянская война 1925 года, которую возглавляют один из близких этим пророкам Цвикау, Томас Мюнцер. Томас Мюнцер, который не был... Вы знаете, что это все будет потом названо людьми анабаптизмом. Все эти фанатические выступления людей, которые близко никакого отношения не имели ни к Божьему Слову, ни к истине, они стали называть всякие беспорядки, что это анабаптисты делают. Почему очень трудно откопать эту истину про анабаптистов, дальше мы будем про них скоро говорить. Один... Вот я слушала профессора в швейцарской семинарии, он Ягоджиевичу посвятил, разгребая весь мусор и грязь вокруг имен анабаптистов, чтобы показать библейских анабаптистов, потому что этим именем назывались самые различные фанатики. Ну вот, и вот эта война началась, и у Лютера встал вопрос, как отнестись к этой войне. Вы понимаете ли, он выступил против нее. Он сказал, это бешеные собаки. Христиане ему потом никогда не простят этих слов. И такая масса будет оттолкнута, оттолкнула от реформации. Но это бешеные собаки, потому что они на вилы поднимали помещиков, их дочерей, их детей, жгли усадьбы. И Фома Мюнцер, или Томас Мюнцер исповедовал простое учение. Все, кто богатые, все от дьявола, все бедные, все от Бога. То есть бей всех богатых. 25-й год знаменателен еще одним событием. Вот в Артбурге, в замке, где он был, эта комнатка такая аскетическая, как келья, только стол, где переводы он делал. Значит, в 25-м году произошло важнейшее событие тоже его жизни. Он женился. Он не собирался жениться, жены искать, ему не до того было, он реформатор. Но девушка, пламенная почитательница его, сама Монашенко, читала его про эти трактаты, читала его тезисы. Я бы вам не сказала, первое-то началось тезисы в Виттенберге, в котором 95 тезисов в 17-м году он прикнопил к двери собора. где весь смысл деформации изложен. Так вот, эта девушка, у меня портрет ее есть, такая тоже из крестьян, простая девушка, Катарина, она, читая эти трактаты, она уже завочно влюбилась в Лютера, и она дала ему знать, что они хотят освободиться, целая группа монахинь, и он организовал их побег, привозили им то ли молоко, то ли овощи, в каких-то бочках, в общем, туда, в этих бочках вывезли девушек, не только одну ее, целую группу, и у Лютера потом появилась головная боль, надо всех их устроить, надо всех замуж выдать, куда их девать-то всех, вот, ну и, значит, все нашли мужей, кроме Катарины, Катарина отказывала, тот предлагал ей женихов, она говорит, этот старый, этот лысый, этот глупый, этот, в общем, она от всех отказывалась, и когда он говорит, уже, что тебе надо, она сказала, что я бы за вас замуж вышла, в общем, так она, то есть, я хочу сказать, здесь не было романтической любви или что-то такое, но это была дивная совершенно семья, и дивное благословение его, она стала такой его помощницей, она таким ободрением ему стала, ну, ей приписывают такой вот такой ситуации, когда Лютер ужасно изнеможенный пришел, потому что он сражался и с теми, кто церкви крушит, и с теми, кто пророчествует, и еще крестьянская война, вот, 25-й год идет, и она увидела его изнеможенным, и она сказала, Лютер, что случилось, почему ты так печален, или Христос умер, в общем, что-то такое вот, или некоторые описывают, даже траура дело, что такое, ну, наверное, Христос умер, потому что ты так печален, почему ты в таком отчаянии, Бог жив, Христос жив, так поднимала на его дух, она потом стала хозяйкой, он совершенно не ел, не пил, не стирался, не умывался, он был поглощен своими делами, и она все взяла в свои руки, чудесный дом наладила, родила ему чудных детей, которых он в душе не чаял в них, вот, у меня видела я картинку в одном доме, теперь дом далеко, там чужие другие хозяева, потеряла я эту картинку, надо было снять ее со стены, унести надо было, там сидит Лютер, значит, в таком, наверное, счастливом состоянии, мечтательном, жена рядом сидит, держит маленького на руках, которого она еще кормит, парочка детей старших обнявшись, поют гимн какой-то, и рядом, значит, тоже мечтательный меланхтон, соратник его, меланхтон был нежный, в то время Лютер был более жёстким, меланхтон был любеобильным таким человеком, это было чудное дополнение к Лютеру, тоже реформатор, и в то время, как Лютер абсолютно был убежден в монаргизме, то есть только Бог решает, кого избрать, кого спасти, меланхтон потихонечку верил, что все-таки от человека тоже кое-что зависит, был он синергист, меланхтон искал пути как-то пробиться к сердцу русских людей и русской церкви, вероисповедание там перевёл, в общем, от этого получилась в нашей церкви совсем полное смешение, где освящение, где обожение, в общем, Лютер, этот, меланхтон в своём вероисповедании, он, желая приблизиться к понятиям русской церкви, использовал их понятия и вкладывал свой смысл, в общем, с этого ничего не получилось, ну, просто так, что, меланхтон имел большое сердце и имел мысли как-то с православием завязать отношения. Значит, это всё было 25-й год. 25-й год. В 29-м году важнейшее событие было это встреча с Цвингли в городе Марбург, попытка объединить силы реформаторов. К тому времени уже будет Цвингли, это будет Цюрих, и попытка такая вот им встретиться. Было 15 статей, которые они обсуждали, и они по всем этим статьям пришли к полному соглашению, кроме одной, из-за которой всё дело разладилось. Лютер Цвингли считал, что хлебопреломление, причастие — это воспоминание, как понимаем мы это воспоминание, это духовное. Он был против присуществления, Лютер тоже был против присуществления. Это одинаково, но у Лютера всегда было и осталось, и перешло меры исповедания лютеран, и у них это заноза, которая мешает им вообще логически мыслить. Лютер говорит, написано, это тело моё, это кровь моя. То есть Христос физически присутствует в хлебе и вине. нет присуществления, оно никуда не превращается. Нет такого магического слова священника, колоколов. Католики учили, что когда священник говорит, сей тело моё, происходит превращение. И колокола «Анна, теремен бьют». Но понимаете ли, физически присутствует. Не духовно присутствует, как учил Кальвин, а физически присутствует. И он не брался никак это не объяснять, не комментировать. Он говорит, ну сказано же так, примите, идите, это тело моё, за вас сломимое. Ну, во всяком случае, вот Свингли и Лютер разошлись по этому вопросу. Потому что Лютер сказал, считать это просто знаками, символами, это просто вообще неверие. Вот так он считал. И поэтому они с Свингли категорически разошлись, объединения реформаторов не получилось. Ну и это было в 1929 году. И в этом же 1929 году появилось имя «Наши протестанты». Это один из князей решил собрать всех других князей, чтобы вернуть их в католичество. И часть князей категорически отказалась. Они выразили протест против того, чтобы быть католиками. Протест. Протестанты от слова протестовать. И вот так все к пор стали звать. Это тоже было в 1929 году. Такое название получили. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv-семинари.com Четыре вопроса, на которые дал ответ Лютер. Эти ответы в корне подрывали католическую церковь. И поэтому не могло быть и речи о перспективе компромисса между католиками и протестантами. Значит, как четыре вопроса. Как получить спасение? Церковь давала ответ дела. Протестанты давали ответ вера. И второй вопрос. Кто или что имеет авторитет в религиозной жизни? Католики убеждены авторитет католической церкви. Как церковь решит, так оно правильно и есть. Лютер слово Божие. Авторитет слова Божьего. Католическая церковь? Папа, да. Папа и мама. Да. Это третий вопрос. Что есть церковь? По-настоящему ответ на этот вопрос дадут только на баптисты. Вы понимаете ли, Лютер логически подвел к этому решению, что должно быть заново крещение. Те, которые веруют, они крестятся и образуется церковь из возрожденных людей. Это логически. Возрожденные, которые отклоняются от греха, оставляют их. То есть, понимаете ли, это все сделают анапаптисты, это все заложено в учении Лютера. В понимании спасения по вере уже все заложено. Но он не хотел далеко отходить от католической церкви. Вы знаете ли, что он не хотел схизму делать. Он хотел реформацию церкви. То, что мы с вами называем реформацией, это не реформация, это уже выход из этой церкви, основание новой церкви. Это по старинке осталось название реформации. Это давно уже не реформация. Реформация это изменение. Настоящая реформация это блок контр реформация в церкви. Ну может быть так. что-то изменить немножко. Так, теперь значит, так что такое церковь? Это очень важный вопрос. Православная церковь, это церковь или нет? Католическая церковь, это церковь или нет? Протестантская церковь, это церковь. И вот понимаете ли, что Лютер считал, что и католическая церковь, это все церкви. Во-первых, там совершается таинство. Во всех церквах христианских хлеб и вино участвуют люди. Вот это очень важный момент. Потом еще он говорит, кто верит, тот находится в теле Христовом. Но у тела есть разные члены. И слава Богу, что есть разные члены. Мы должны быть сильны, когда мы знаем, чем мы сильны. Когда мы сильны истиной, верой, праведностью Христа, который дал нам. Здесь заложено понимание, что все разные, но кто верит, кто знает, кто верит, как ты сам должен знать это. Но в Писании написано испытайте, верили вы, помните? Вот, верили вы. Вот, то есть это такой сложный вопрос. Лютер очень покладисто относился ко всем другим церквам, считая. Там два признака должно быть. Там должно проповедоваться Божье Слово, читаться Божье Слово. И там должны совершаться таинства. Значит, это церковь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. 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 Продолжение следует...